Всем привет! С вами Руслан Муратов, педагог по вокалу. Сегодня я хотел бы ответить на такой очень глобальный вопрос «Каждый ли может научиться петь?» Я считаю, что каждый. Сейчас объясню почему. Давайте рассмотрим пение как некий физиологический процесс. Все мы устроены одинаково, поем и разговариваем, используя один и тот же набор мышц, связок и хрящей. Но при этом наши голоса по-своему уникальны. Первое, что делает наши голоса такими уникальными, это небольшие различия в конфигурации мышц и связок голосового аппарата. У кого-то связки длиннее, у другого короче. Полости для резонирования звука отличаются. Вот сумма этих факторов и определяет характер звучания голоса каждого конкретного человека. Второе, это темперамент. Вспомните сейчас среди ваших знакомых экстравертов, общительных людей, кто в разговоре или в компании любит быть услышанным. А теперь вспомните интровертов, молчанов, которые больше любят слушать, нежели говорить. Существенно ли отличаются их голоса? Ну, ответ очевиден, я думаю. Даже если так случится, что у двух людей будет абсолютно одинаковая конфигурация голосового аппарата, но при этом такое различие в темпераменте, их голоса будут звучать по-разному. В этом смысле интересно было бы найти примеры среди близнецов. Если среди ваших знакомых есть близнецы с такими диаметральными темпераментами, напишите в комментариях, как сильно отличаются их голоса. Ну и третье, то, чему сегодня я хотел уделить наибольшее внимание, это степень натренированности мышц голосового аппарата. Вспоминаем из второго пункта экстравертов. Людей, которые любят и могут долго разговаривать. Каждый день, из года в год они это делают, и надо полагать, что мышцы голосового аппарата у них неплохо тренированы. Я думаю, со мной согласятся многие педагоги по вокалу, что работать с такими учениками значительно легче. Они быстрее справляются с различными упражнениями, их голоса более гибкие, выносливые и натренированные. По сути, свои пения и разговоры – это результат работы мышц. За смыкание связок отвечают одни мышцы, за их натяжение – другие, за движение гортани – третьи мышцы. Дышим мы благодаря определенным мышцам. Вообще любое движение своим телом человек совершает с помощью мышц. То есть, если один человек с помощью своих мышц умеет красиво петь, то и другой человек, обладая этими же мышцами, тоже может научиться петь. Следуя этой логике и впадая в крайность, можно сказать – человек умеет ходить, писать, говорить. Так что же ему мешает еще и петь? Ответ очевиден и спрятан в вопросе. Петь ему мешает не натренированность мышц, необходимых для пения. Гениально! Но не все так просто. Как я уже говорил в своем первом видео, все эти важные мышцы визуально спрятаны под хрящами гортани. И вот тут нас ждет самая большая проблема. Просто мега проблема. Организм человека устроен так, что у каждой мышцы есть соседи мышцы, помощники, так называемые синергисты, которые в случае чего могут взять нагрузку на себя. Простой пример. Если вы, не дай бог, потянули или повредили мышцу ноги, вы не теряете способность передвигаться вертикально. Организм снимает нагрузку с поврежденной мышцы и перекладывает ее на здоровые мышцы-синергисты. В результате чего движения перестают быть естественными и вы хромаете. Смотрите, что происходит, когда новичок начинает петь. Для того, чтобы зазвучать красивым певческим голосом, необходимо напряжение определенных, как я их называю, певческих мышц. Но они у новичка пока слабые. Поэтому что происходит? Правильно. Включаются мышцы-помощники. Появляется дополнительное напряжение в горле, что в свою очередь ощутимо влияет на звучание голоса. Все вот эти понятия зажима голоса, зажима звука, как раз выходят из этого контекста. Далее. Наш новичок, желая улучшить свои вокальные навыки, выполняет упражнения и практикует пение. Напоминаю, что при этом большую часть нагрузки на себя берут эти мышцы-помощники-синергисты, так как они более сильные, чем певческие мышцы. Вообще, надо сказать, что организм так устроен, что в своей работе он идет по пути наименьших энергозатрат. Простой схематичный пример. Мозг отправляет сигнал вашему телу спеть ноту. Неосознанно сразу напрягутся наиболее сильные мышцы. Те мышцы, с помощью которых вы привыкли говорить и дышать. За многие годы они просто стали более натренированными. Так вот, если в этот момент не скорректировать обучение пению, не переложить нагрузку на певческие мышцы, все упражнения и пение будут дальше еще сильнее тренировать вот эти непевческие, так называемые, мышцы-помощники. А нужные мышцы, с помощью которых голос будет звучать красиво, оставшись без необходимой нагрузки и тренировки, ну, они просто будут такими же слабыми и практически бесполезными. При таком неправильном пении, действительно, первое время могут быть ощутимые результаты. Но очень скоро достигается определенный потолок, так как мышцы выполняют несвойственную для себя функцию. Далее занятие и упражнения в таком режиме уже теряют свою эффективность. А попытки взять более высокие ноты приводят просто-напросто к срыву голоса или, не дай бог, к повреждению голосовых связок. К сожалению, если вы занимались самостоятельно или у какого-то педагога тренируя не те мышцы, то все ваши труды практически были напрасными. Надо обязательно сказать, что красивый и насыщенный тембр, полетные длинные ноты невозможны без участия вот этих мышц, которые я называю певческими. Более того, самый красивый звук голоса достигается именно тогда, когда мышцы-помощники перестают работать. Проще говоря, те мышцы, которые должны быть напряжены, они работают, а те, которые не должны мешать, они находятся в расслабленном состоянии. Но это высший уровень мастерства. Подводя итог этому видеоуроку, хотел бы обратить ваше внимание, что я не просто так употреблял слова нагрузка и тренировка. Да, я смело сравниваю процесс обучения пения со спортивными тренировками. Посмотрите, как занимаются профессиональные спортсмены. У них есть четкая программа и режим тренировок. Ежедневные занятия после интенсивов и нагрузок обязательно период восстановления. Ну и какой профессиональный спортсмен, претендующий на достижение высоких результатов и на призовые места в спортивных соревнованиях, без тренера? Таких нет. Для обучающихся пению обязательно нужен педагог, который специально для вас составит наиболее подходящую программу обучения. Все мы одинаково устроены анатомически, но у всех у нас по-разному натренированы мышцы. Соответственно, каждому необходим индивидуальный подход. Друзья, я приглашаю вас в свою онлайн-школу эстрадного вокала, где вы сможете овладеть этими волшебными и важными певческими мышцами. И обязательно научитесь красиво петь. Все подробности о занятиях в моей группе ВКонтакте ссылка будет в описании к видео. Надеюсь, я ответил на поставленный вопрос и убедил вас в том, что научиться петь может каждый. На этом все. До новых встреч.